Да, сталкивалась. Частенько сталкивалась. Ездят они долго. Очень плохо. У меня дочка старшая, она инвалидности. В Тарту совсем другие есть. Они первую помощь указывают. У меня тут было у дочки палец, уже как посиневшую. Мне муж заметил. Старшая приехала, скорая, говорит, что это нормально. У нее сердце. Здесь у нас нет ничего. Плохо. Наша скорая помощь, нас уже сколько раз не брало вообще, не принимали. Якобы у нас дети гриппом болеют. Они просто не принимают. Дома можно лечить. Хотя ребенок уже 4 дня лечится дома, а они не принимают. В итоге в инфекционную отправили, в инфекционную не долечивают. Опять выпускать, через 2 дня мы опять. И так постоянно. Мы уже 2 года так по больнице. Ничем конкретным они не помогают. Недолечивают детей. А я не знаю. Мне не приходится обращаться, поэтому я не знаю. Не могу вам сказать. Девушки, я к ней не обращалась. Давным-давно. Один раз как-то мне плохо было. Она сразу приехала. Нормально. К счастью, я не вызываю скорую помощь так часто, как может быть. Это делают другие, кто сталкивается с этим. Не могу. Вот конкретно не могла бы ничего. Несколько лет назад вызывала мужу скорую. Скорая мне ответила, что... Говорю, что ему плохо. Скорая отвечает, мы не приедем. Ну, я очень настойчивая. Я сказала, если с ним что-то случится, если бы я знала сама, я бы ему оказала. Если это сердце, что еще, все равно должна сделать скорая. Поэтому, если вы сейчас не приедете, а он у меня умрет через 15-20 минут, кто будет отвечать? Приехала. Но по большому счету о работе скорой все равно сказать вот так. А характеризовать работу не могу, потому что к большому счастью не сталкиваюсь. Вы знаете, девушки, откровенно говоря, благодарю Господя, что он меня наградил вот таким здоровьем. Вот мне уже 74 года будет в октябре, я никогда ничем не болел. Я работаю в скорой помощи, оцениваю очень плохо, потому что, когда мне вызывали скорую помощь, у меня был тройной перелом ноги, встать было невозможно, и мы ждали скорую помощь около полутора часа. Это ужасно. Моим родителям вызывали не раз скорую. Вроде бы, ну, позвонили, все, сказали, сейчас выезжаем. И час-полтора тоже приходилось все время ждать. Приезжали, оказывали мельчайшую помощь и только отвозили в больницу.